Здравствуйте! В эфире программа «Слово прокурору». Сегодня мы говорим о соблюдении прав несовершеннолетних, в том числе и о правах несовершеннолетних на качественное медицинское обслуживание, в том числе на обеспечение льготными лекарствами, льготными медицинскими изделиями и льготным лечебным питанием. И у меня сегодня в гостях старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Екатерина Сафронова. Екатерина Олеговна, здравствуйте! Здравствуйте! Права детей на особым контроле у прокуратуры. На что вы обращаете внимание? Какие полномочия есть вообще у прокуратуры? Конечно, надзор за соблюдением прав несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений органов прокуратуры. И, конечно, соблюдение прав детей на надлежащее медицинское обслуживание – это в приоритете у нас. И, конечно, самый главный вопрос – это надлежащее лекарственное обеспечение. Государством созданы уполномоченные органы, которые осуществляют контрольные надзорные мероприятия в отношении медицинских организаций. В нашем регионе – это Министерство здравоохранения Самарской области, это территориальный отдел управления Росздравнадзором, территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Однако на проведение необходимых проверочных мероприятий у данных органов есть ряд ограничений. Необходимо наличие веских оснований, которые свидетельствуют о реальной угрозе жизни и здоровья несовершеннолетних. Но у органов прокуратуры таких ограничений нет. У нас значительный административный ресурс, и даже мы к своим проверкам привлекаем представителей данных контрольно-надзорных органов. Ну вот обеспечение лекарствами, питанием, медицинскими изделиями. Здесь какие были нарушения? Вот, может быть, что-то из практики? Вы приведете какие-то примеры? Где прокуратура? И, главное, по каким сигналам вы вмешивались уже в процесс? Ну, конечно, главным индикатором нарушений – это обращение граждан, и, конечно, их значительное число говорит о том, что граждане нам доверяют, именно органам прокуратуры доверяют. Только по итогам 2022 года к нам в органы прокуратуры обратилось более 80 таких граждан, и порядка половины данных обращений были признаны обоснованными, и были приняты меры прокурорского реагирования, которые были направлены на восстановление нарушенных прав. Также хочу отметить, что мы работаем не только по обращениям граждан, также надзорные мероприятия мы организовываем во внеплановом порядке, и в рамках этих надзорных мероприятий мы уже даем комплексную оценку работе как медицинских организаций, так и областных ведомств. По итогам 2022 года нами выявлено более 120 таких нарушений, и по принятым мерам прокурорского реагирования восстановлено право 52 детей на надлежащее лекарственное обеспечение. А в 2023 году уже выявлено более 50 таких нарушений. Право детей мы восстанавливаем и в судебном порядке, добиваясь непрерывного обеспечения лекарствами и медизделиями. И одновременно, если родители самостоятельно их приобретали, то мы взыскиваем не только потраченную сумму, но еще и моральный вред. Какая категория вообще детей имеет право на такие льготы? Вот кто имеет право на бесплатное питание, лечение, лекарства, вернее, да, и медицинские изделия? У нас в регионе предусмотрены дополнительные гарантии бесплатного лекарственного обеспечения детей до 3 лет, а также для детей, которые проживают в многодетных семьях, это до достижения ими возраста 6 лет. Данные детки у нас обеспечиваются бесплатно лекарственными препаратами, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Он утвержден распоряжением правительства Российской Федерации. Но, безусловному, лекарственному обеспечению у нас подлежат дети-инвалиды. В регионе у нас проживает более 12 тысяч таких детей. 167 детей страдают редким генетическим, так называемым, орфанными заболеваниями, которые зачастую требуют дорогостоящего лечения. И именно закупка дорогих лекарственных препаратов является у нас камнем преткновения. Как раз в 2021 году, лишь после того, как мы обратились в СССР, Министерство здравоохранения только по решению суда начало обеспечивать ребенка-инвалида дорогим лекарственным препаратом, который не зарегистрирован на территории Российской Федерации. И его стоимость в год превышает 40 миллионов рублей. Да, и этот препарат назначен ребенку пожизненно. В настоящее время данные несовершеннолетние обеспечиваются за счет президентского фонда «Круг добра». И, кстати, вот этот вот фонд, он очень сильно помогает таким деткам, потому что закупает лекарственные препараты, дорогие лекарственные препараты за счет федерального бюджета. Вот есть дети с палеотивным статусом, и я знаю, что многим из них жизненно необходимо специальное питание, потому что дети обычную еду не принимают, ребенок просто худеет, он не наедается физически. И вот я знаю, что у многих мамы, родителей это целая проблема – получить, закупить лечебное питание, потому что оно очень дорогое. Кто-то его там не выписывает, не дают какие-то направления. Вот с обеспеченным лечебным питанием были ли у вас дела? Да, конечно. К сожалению, мы встречаем нарушения в этой области, вот буквально в городе Тольятти. В том году, в течение всего 2022 года, просто лечебным учреждением игнорировалось требования матери такого палеотивного ребенка в обеспечении специализированным лечебным питанием. Оно ему было показано. У него белково-энергетическая недостаточность. Просто по жизненным показаниям это питание ему необходимо. Однако поликлиника просто вела какую-то бессмысленную переписку с главным внештатным специалистом по данному заболеванию. А необходимый пакет документов в Министерство здравоохранения для организации закупки его не направляло. И только после представления, внесенного в адрес министра здравоохранения, эти нарушения были устранены. На самом деле, такие факты имеют место быть. Расскажите еще о некоторых делах из вашей практики, чтобы большее количество людей, родителей, которые, может быть, столкнулись с чем-то подобным, они понимали, что да, с этим можно идти, с этим можно что-то сделать и бороться. Да, я хочу отметить, что если ребенку, инвалиду, назначены лекарственные препараты, медицинские изделия, специализировано лечебное питание, то он подлежит безусловному обеспечению. То есть никакие утвержденные на федеральном, на региональном уровне перечни, они никоим образом не могут ограничить его право на надлежащее лечение. Вот у нас, например, в городе Самара такой ребенок с жизнеугрожающим заболеванием, как муковисцидоз, он обеспечивался лекарственным препаратом по основному заболеванию. Но мать с ребенком съездила в федеральный центр города Москвы, им прописали дополнительную лечебную терапию, однако по месту жительства отказались выписывать дополнительные лекарства и даже не созывали врачебную комиссию для назначения их по жизненным показаниям. И только после представления прокуратуры области данные лекарственные препараты были обеспечены, но, к сожалению, ненадолго. И вот сейчас мы просто вынуждены выходить с иском суд и защищать права несовершеннолетнего ребенка. Как действовать родителям, если врач отказывается выписывать жизненно необходимые препараты? В первую очередь необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Министерство здравоохранения Самарской области, в территориальный отдел Росздравнадзора. То есть эти органы как раз уполномочены на рассмотрение данных обращений. Но в случае, если проблема не будет решена, то родители могут обратиться по месту жительства в органы прокуратуры. И мы уже дадим полную комплексную оценку не только работе медицинских учреждений, но еще и бездействию областных ведомств. С обеспечением какими лекарствами сейчас наибольшая потребность и самая проблемная ситуация? У нас в регионе остро стоит проблема обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями детей, страдающих с сахарным диабетом. К сожалению, рост вирусных заболеваний нам дал толчок повышения данного диагноза. И у нас на территории региона уже проживает больше 1200 таких деток. И перечень необходимых медицинских изделий для таких детей, он очень широкий. И помимо инсулина, в том числе таким детям назначаются лекарственные препараты по сопутствующим заболеваниям. И вот здесь, к сожалению, возникает недопонимание со стороны лечащих врачей, которые не прописывают данные лекарственные препараты бесплатно. Данной проблемой мы занимаемся, и в том числе во взаимодействии с общественной организацией. Это родители детей с таким диагнозом. В том числе у нас, к сожалению, в регионе, да и на территории всей страны существует дефицит врачей-специалистов. И, конечно, очень остро этот вопрос ощущается в отдаленных поселениях. Но законодателям предусмотрена такая возможность, как получить телемедицинскую консультацию. То есть пациенту никуда ехать не нужно. В соответствии с законодательством, с использованием программного обеспечения, врач может подключиться и общаться с другим врачом из другого города, в том числе и с участием пациента. Однако, к сожалению, наша практика показывает то, что не все поликлиники пользуются данной возможностью. Даже бывают случаи, что ребенка-инвалида отправляют за 150-200 километров от места жительства просто для плановой консультации врача-специалиста, потому что его нет по месту жительства. А есть возможность подключиться удаленно и сделать такой онлайн-консультацию? Конечно, конечно. Такие нарушения мы выявляли в Сергиевском районе, к сожалению, в этом году. Но после наших принятых мер надлежащая работа организована. И мамочки не ездят в город Самара для того, чтобы получить плановую консультацию. Ну, если нет необходимости, конечно. Конечно. Если нет возможности. Не могу не спросить еще про такое дело. В телеграмме прокуратуры недавно мы наткнулись на пост. Он нас очень, честно, поразил миллион за травму ноги. То есть вот какая была ситуация. Сошел снег с крыши и травмировал ребенка. И был подан иск взыскание вреда, компенсация вреда. И было взыскано, то есть иск удовлетворили, миллион присудили как раз в пользу ребенка. С ТСЖ взыскать. Но ответчик обжаловал это решение. И процесс этот теперь перешел в областной суд, как в апелляционную инстанцию. И там суд снова встал на сторону ребенка. То есть дело, я так понимаю, устояло, если это в вашей терминологии. То есть миллион оставили ребенка в качестве компенсации. И в чем уникальность? То, что в деле лично права ребенка, вообще позицию ребенка представлял лично прокурор области. Сергей Бережицкий. Реально ли это? Это действительно реально. Ничего удивительного в этом нет. Действительно, органы прокуратуры в интересах детей могут обращаться с исками в суд. И мы это делаем. О компенсации как материального, так и морального вреда. И как вы видите, даже первое лицо нашего органа областного участвует в таких делах. И это реально. И если есть такие моменты, если есть такие проблемы, пожалуйста, по месту жительства в органы прокуратуры обращайтесь. И мы всегда встанем на засчету прав несовершеннолетнего и взыщем по максимуму то, что ему полагается. Здесь, конечно, удивила и сумма. Приятно удивила и то, что первое лицо надзорного органа лично представляло интерес ребенка. Спасибо большое, Екатерина. Спасибо. Я напомню, что у нас сегодня в гостях была старшая прокурора отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Екатерина Сафронова. И мы говорили о соблюдении прав несовершеннолетних в том числе и на нормальное, качественное оказание медицинской помощи. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»